Ребята, всем привет! Меня зовут Юлия Пушман, и это видео у меня очень классное, потому что, во-первых, это коллаборация с магазином iHerb, а во-вторых, сегодня я вам покажу свой любимый макияж, покажу вам очень много классной косметики, которая пришла мне как раз-таки с магазина iHerb. И все ссылки на все продукты, которые я вам сегодня покажу, вы сможете найти в описании к этому видео. Честно говоря, я просто обожаю такие коллаборации, потому что магазин iHerb предложил мне выбрать любимую мою косметику на сайте, заказать себе домой и протестить вам ее на камеру. Конечно же, я уже тестировала эту косметику и не один раз, и я как раз-таки поэтому и хочу вам показать именно то, что я заказала. Свеженькое, новенькое, и покажу вам несколько продуктов, которые стали моим просто нереальным фаворитом. Сегодня свой макияж я буду создавать с помощью продуктов от трех брендов. Это Estee Lauder, Becca и Smashbox. Прежде чем мы начнем, хочу немножко рассказать про iHerb, потому что я просто восхищаюсь тем, как все устроено у них в магазине. Самое главное, что меня поразило, наверное, в первую очередь, когда я делала свой первый заказ еще несколько лет назад, это то, что у них поддержка на 10 языках и работает 24 часа. Ну и то, что посылки они могут отправить в более 150 стран мира. Где бы я ни находилась, я смогу оформить заказ из магазина iHerb, и мне его привезут. Причем самое классное, то, что я могу выбрать любой удобный мне способ получения доставки. Курьером, на почту, на пункт выдачи, самовывоз, то есть вариантов очень много. И я готова начинать показывать вам свои любимые продукты, которые я заказала с магазина iHerb. А прежде я вам хочу сказать, что у меня есть промокод на 5%. Если вы его напишите, то получите от меня скидку. Ну что ж, поехали! Для начала мне нужно что-то такое вот сделать с волосами, чтобы они мне не мешали. Хотелось бы сделать модную прическу, не знаю, насколько у меня это получится. Ну, и так сойдет. Я хочу начать с бренда Becca, потому что это какая-то нереальная вещь, которую я как-то попробовала, и, честно говоря, была поражена, насколько она действенная и насколько она хорошо работает. Это консилер под глаза, который скроет вашу усталость, там, синячки, еще что-то. Я его наношу вот такой кисточкой. Из-за того, что он такого розоватого оттенка, он как раз перебьет синий цвет. Эта штучка как раз идет под глаза. Кстати, она идет в двух оттенках. Есть более розовый, у меня более бежевый оттенок. Так что посмотрите, кому какой больше подойдет. И пока я буду краситься, я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали. И первый вопрос, какой макияж мне по душе? Повседневный или более яркий? Ну, честно сказать, я больше люблю натуральный макияж в последнее время. Мне как-то это ближе стало. И, не знаю, заметили вы или нет, я стала меньше делать ресницы. И даже брови я сейчас не крашу абсолютно. И мне безумно нравится, как я выгляжу. Единственное, что у меня бывают какие-то недостатки на коже. Отлично мне помогает скрыть какие-то недостатки на коже. Это как раз-таки от бренда Estee Lauder. Вот такой вот тинт, тональный крем. Ну, в общем, кому как удобно, тот так и называет. Здесь вот такая крышечка, можно открыть. Единственное, что в этот раз я немножко напутала и взяла себе тон потемнее. Но он тоже мне нравится. Я вот так вот на ручку делаю. Вы, наверное, видите то, что он темнее моей кожи. Это правда. Но зато он отлично сейчас перекроет все мои покраснения, все мои неровности. И я буду такой загорелой чикой. Конечно же, нам нельзя забывать о нашей шее при макияже. Я крашусь так, как мне удобно, так, как мне нравится. Если вдруг у вас какие-то свои способы, методы нанесения макияжа, то обязательно поделитесь ими в комментариях. Я почитаю с удовольствием. Всегда обычно первым делом у меня идет тон. Ну, то есть, понятно, сначала можно синячки спрятать, еще что-то. Можно, конечно, к синячкам вернуться и попозже. Но я обычно делаю это в первую очередь, а потом уже наношу тон. Главное, все хорошенько замазать и не забыть про шею. А то будет очень сильно отличаться. Самое главное, что у нее есть защита от солнца, 10 SPF. И это тоже очень важно. Вообще, я рекомендую вам особо сильно много не появляться на солнце, потому что солнце вредно для кожи. Кожа стареет быстрее. Видите, как я меняю цвет очень быстро. Кстати говоря, многие допускают ошибку и всегда забывают про уши. Это чисто я. Я всегда забываю про уши. Не знаю, как-то зачем мне их красить. У меня почему-то всегда такое к этому отношение. Наверное, все-таки мне придется испортить свою прическу, потому что так не получается. Хорошенько все закрасить, замазать то, что мне надо. Макияж это дело такое. Некоторые учатся годами краситься, некоторые рождаются с этим талантом. Красиво наносить макияж. Мне, честно говоря, с этим не так повезло, потому что я, мне кажется, вот только сейчас как-то научилась уже краситься, правильно выбирать косметику. Только вот иногда с тоном чуть-чуть могу перепутать. Вы, наверное, заметили, что я не особо бьюти-гуру, но я девочка. Я люблю косметику, люблю макияж. Кстати, несмотря на то, что тон отличается от моей кожи натурального цвета, да, и выглядит темнее, мне очень даже так нравится, потому что моя кожа совершенно не загорает, и иногда можно как бы тональным кремом или скульптором каким-то немножко затемнить свою кожу. Сейчас, когда я замазала всю свою кожу, стало потемнее, кожа стала более ровного оттенка. Слушайте, я прям такая загорелая. Вот, еще раз напоминаю, если вдруг кому-то хочется узнать, что за косметика я пользуюсь, то обязательно посмотрите по ссылке в описании. Следующее, что я вам хочу показать. Напоминаю, что я вам только что показывала вот такой тинт от Estee Lauder, и, как я и сказала, я немножко переборщила с оттенком. Но на самом деле это абсолютно не проблема, потому что у моей мамы как раз-таки вот такой тон кожи, лица, и я ей просто вот этот отдам и закажу себе еще один посветлее. У меня очень часто спрашивают по поводу моего макияжа, очень часто просят показать, чем я пользуюсь, поэтому смотрите внимательно и слушайте. Также у меня есть корректор от Estee Lauder, тоже заказывала на iHerb. Он, кстати, такой типа BB, еще с хайлайтером. Корректор это очень важная, по моему мнению, вещь в косметичке у девушки, потому что, вот, например, у меня очень часто бывает такое, что мне нужно ехать на какие-то съемки, и я не могу и не хочу брать с собой там какие-то большие тональники, кучу всего всякого, и мне намного удобнее будет взять вот такую вот штучку, такой вот корректор. Он и мало места занимает, и у него сразу есть кисточка. Конечно, я обычно все равно потом другой кисточкой растушевываю, да, но если даже у вас нет кисточки, то и этой можно будет растушевать, просто чуть поменьше взять продукта. Я без корректора жить не могу, честно признаюсь. У меня корректор необходим, потому что тональник это, конечно, хорошо, но, как я и сказала, у меня бывают такие маленькие какие-то проблемки на коже, и их нужно точечно как-то замазывать как раз-таки корректором. Вот, у многих, я думаю, все равно бывают какие-то высыпания на лице, как ни крути, мы живем сейчас, к сожалению, не в самое чистое время, можно так сказать, если по-доброму. Поэтому, к сожалению, бывает что-то, да и выскочит. Да и просто, слушайте, столько разной еды непонятной, что тоже от этого не застрахован. Плюс стрессы, в наше время постоянные стрессы, это, мне кажется, уже норма какая-то, к сожалению. У меня очень часто именно из-за нервов, стресса, тоже портится кожа, к сожалению. Но что хочу сказать, что моя кожа точно не портится от этой косметики, потому что многие очень часто думают, что, возможно, это из-за какой-то декоративной косметики, еще что-то. Нет, это абсолютно не так. Я думаю, что у большинства людей проблемы с кожей не из-за косметики, потому что у меня абсолютно кожа никак не меняется, если я не крашусь две недели, если я крашусь две недели. То есть вот если были какие-то проблемы, они никак не зависят от того, чем я крашусь, а чем я не крашусь. Как я и говорила, я больше люблю натуральные макияжи, не сильно яркие, потому что, мне кажется, сейчас это вообще, в принципе, модно. Но я, честно, не понимаю людей, которые вообще не красятся. Это неплохо, естественная красота — это здорово, но я просто всегда думаю, ну, если у тебя, например, не идеальная кожа или просто выровнять тон лица каким-нибудь легким биби-кремом, ну, мне кажется, что это несложно, это будет очень красиво. Использовать тушь, чтобы подчеркнуть глаза — это тоже здорово. Вот, я уж там не говорю, что нужно всегда красить тенями глаза, губы красить. Может быть, как бы это и не нужно. Хотя я не представляю свою жизнь без блесков. Я ими постоянно пользуюсь, потому что... ну, потому что вот так вот. Потому что так намного красивее выглядят ваши губки. Да и просто ухоженными, увлажненными. И я не знаю, не понимаю, почему некоторые девчонки к этому так относятся. Не обязательно покупать очень много какой-то дорогой косметики, чтобы выглядеть хорошо. Вы просто подберите нужный вам подходящий тон от какого-нибудь хорошего бренда. Мне очень нравится косметика от Estee Lauder, особенно вот то, что касательно тона, корректоров. Для меня это просто фантастика, потому что очень хорошо перекрывает какие-то недостатки, какие-то покраснения. То есть сейчас я смотрю, у меня вообще, ну, как бы всё супер. Также задают вопрос, как я ухаживаю за своей кожей, за своим лицом. Очень важно это правильное очищение кожи от макияжа. Если вы плохо снимаете косметику и как бы ложитесь спать с этим, то, конечно, ваши поры будут забиваться и всё такое. Поэтому обязательно подумайте, посмотрите. Вот прямо сейчас зайдите на iHerb, посмотрите. Наверняка там найдётся очень много классных товаров, хороших, недорогих по скидке, которые помогут вам снимать макияж. У нас сегодня бьюти-видео, поэтому будем говорить на такие темы. А следующее, что я вам хочу показать, это вот такие румяна от Estee Lauder. Просто восхитительная упаковка, такая элегантная, чёрная, с золотом. Мне очень нравится. Вот такой у меня оттеночек, изумительный, это просто отличный оттенок. Знаете, я вам расскажу лайфхак. Раньше я пользовалась так. Сначала я рисую себе скулы каким-то таким серым оттенком, а потом я румяна сверху делаю. Я не понимала, зачем я использую два продукта, когда я могу взять один. Здесь отличный оттенок как раз-таки для того, чтобы подчеркнуть скулы и при этом сделать такой, знаете, лёгкий румянец. Поэтому сейчас я это и буду делать. Но главное не переборщить и сделать это легонечко. И, конечно, очень важный хайлайтер, девочки. Я без хайлайтера не представляю свой макияж. Никакой. Повседневный, лёгкий, натуральный. Без хайлайтера не представляю. Вы, наверное, думаете, господи, как много ты красишь. Я так люблю. Я люблю сильно накрасить, а потом всё как бы это немножко подубрать, растушевать. Потому что, ну, мне так проще. Блин, очень нравится. Мне очень нравится. Мне очень нравится чувствовать себя загорелой. Вот что я делаю потом. Я вот так вот убираю. Не знаю, мне просто так намного удобнее. У меня, конечно, есть кисточки поменьше. Но вот мне нравится именно такой вариант, типа как растушевки. Сейчас я буду очень красивая, так что держите себя в руках. Если вдруг вам уже приглянулось что-то из того, что я вам показываю, то хочу напомнить, что у меня есть для вас промокод со скидкой. Поэтому обязательно зайдите в описание, перейдите. Посмотрите, кстати, я там оставила все ссылки на все товары, которые сегодня вам показываю. Следующее, что я делаю в своём макияже. Вот эти румяна просто восхитительные, потому что они мне реально заменяют и скульптор, так называемый, да, бронзатор или как-то правильно, и румяна. То есть это два в одном, это очень-очень выгодная такая палеточка. Я ей просто восхищаюсь, и мне очень нравится оттенок. То есть мне просто повезло на него наткнуться и его когда-то найти. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такая палеточка от Smashbox. Тут находятся три разных оттенка хайлайтера. Это тоже безумно выгодная такая покупочка, такое приобретение, потому что сначала я могу взять вот такой. Он, кстати, больше осветляет, сейчас увидите, он более такой осветляющий, под любой цвет, тон кожи можно подобрать. Если у вас тёмная кожа, то тот, что посередине отлично подойдёт. Если посветлее, то тут есть один вот этот третий, чем он мне нравится, то что он очень лёгкий, он чисто блёсточки добавляет. А ещё здесь очень хороший пигмент. То есть, знаете, обычно бывают такие хайлайтеры, которые очень долго ты возюкаешь, возюкаешь, ничего не происходит, а у меня прям сразу эффект, сразу же блёстки, сразу всё блестит, как я хочу, как я люблю. Несмотря на то, что сейчас я не крашу брови, я всё равно под бровями тоже делаю немножко блёсточек. Очень хороший хайлайтер, мне так нравится то, насколько он хороший пигмент даёт. Переливается, прям чудо-чудесное. Видно вам, надеюсь? Понятное дело, что вот эту зону я всегда осветляю. Также я использую хайлайтер на носу, я уже его добавила. И, кстати, если вот делать более такой праздничный макияж, можно ещё уголки глаз, тоже очень красиво будет. Просто, чтобы такая блёсточка у нас тут была, глазки подчеркнуть. Мы с вами говорили по поводу того, как ухаживать за своей кожей. Я рекомендую обратить внимание именно на снятие макияжа, очищение кожи. Это очень важный шаг, потому что, честно, раньше я не особо много уделяла этому внимания. И сейчас моя кожа намного лучше, чем то, что было вот до недавних пор. Это правда, ну, я не могу быть идеальной, поэтому у меня должны быть какие-то хоть маленькие изъяны. У меня не очень идеальная кожа, но, несмотря на это, чувствую я себя красоткой. Самое главное не переборщить с хайлайтером, но мне кажется, я всегда с ним немножко допереборщиваю. И следующий вопрос, который вы мне задаёте, могу ли я выйти без косметики на улицу? Ну, могу, абсолютно спокойно могу выйти без косметики на улицу, но я не очень люблю записывать сторисы без косметики. Я это тоже делаю, но это мне приятнее сделать уже, знаете, вечером, например, когда, ну, по логике понятно, что я снимаю макияж, смываю, да, и уже как бы такая вся домашняя. А днём мне хочется выглядеть красиво и, ну, подчёркивать, там, скулы, может быть, ещё что-то. Ну, хотя бы какой-то лёгкий вариант, знаете, использовать корректор, замазать какие-то недостатки, ну, маленькие, неважно, большие, да, у кого как. Замазать какие-то недостатки, использовать немножко румян и просто я, честно, не могу жить без хайлайтера. Просто я не могу. Мне очень нравится такой вариант, потому что здесь три разных оттенка и они все разный эффект дают. Как я и сказала, что последний вариант, он такой чисто блёсточки, там, такие крупные блёсточки. Первые два, они прям супер такие мощные. Я понимаю, что, возможно, кому-то не нравится, когда много хайлайтера, не нужно много делать, можно сделать чуть-чуть. Я просто люблю, когда всё блестит, сверкает. Это чисто я. И мой завершающий этап этого макияжа, это помада от бренда Becca, и у неё просто изумительный оттенок. Он сейчас мне так хорошо подойдёт. Это просто волшебство текстуры и как хорошо наносится. Ммм, запах, девочки. Это мои самые любимые оттенки помад. Причём она такая, знаете, не матовая, она такая вот прям чисто повседневный оттенок. Ну, как вам? Мне очень нравится. Так, волосики. Вот такой макияж у меня получился. Я просто в восторге от этой помады. И мне кажется, что этот оттенок просто идеально создан для меня, для моей кожи, для светлой меня. Эта косметика вся моя любимая, но первое место за просто огромную любовь я хочу отдать вот этим румяновым от Estee Lauder. Для меня это просто вот просто изумительный вариант. Хайлайтер, конечно, тоже пушка, помада тоже. Мне всё нравится, да, всё очень нравится. Но вот это просто покорило моё сердечко, потому что здесь такой изумительный оттенок. Девчонки, если вы не знаете, какие румяна себе заказать, то очень-очень сильно рекомендую. Тут ещё идёт кисточка, но я такой кисточкой не люблю пользоваться, но это лично моё. Мне больше нравится другими кисточками пользоваться. Но как вариант для переноса, знаете, пока вы где-то на съёмках гуляете, пошли на свидание, ещё что-то идеально. И тут ещё зеркало хорошее. Достаточно взять такие румяна от Estee Lauder, также взять корректор. И всё, целый комплект просто на весь вечер готов. Ну и ладно, давайте возьмём ещё помаду от Becca, потому что это просто чудо какое-то. Я просто в восторге от этого оттенка и вообще, в принципе, от текстуры. Все оттеночки вы найдёте в описании и вблизи я вам тоже сегодня всё показывала. Поэтому надеюсь, что вы остались довольны косметикой, которую я вам сегодня показывала. И ещё раз хочу сказать огромное спасибо магазину iHerb за то, что сделали со мной такую классную коллаборацию. Прислали мне косметику, подарили мне косметику мою любимую. Я обожаю косметику. Это правда. Я думаю, что по мне и так видно, что я люблю косметику. В общем, ребят, на этом всё. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Пишите, как вам мой макияж. Что вам больше всего понравилось из косметики, которую я вам сегодня показывала. От трёх брендов Beko, Estee Lauder и Smashbox. И расскажите вообще, какими другими продуктами от этих брендов вы пользуетесь. Мне будет безумно интересно, если вы напишите какие-то рекомендации. Типа Юль, Румяна, вот эти, вот такой вот номер. Они самые лучшие. Пожалуйста, их попробуй. Или помада в оттеночке вот в таком-то попробуй. Я вам буду очень благодарна, потому что я обожаю пробовать что-то новое. Только в косметике. В еде не люблю, но в косметике обожаю. В общем, спасибо большое вам ещё раз за просмотр. Будьте счастливы, здоровы. Не забывайте, что я все ссылочки оставила в описании. И не забывайте, пожалуйста, про скидку, которую вы можете получить от меня. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока!